Следующий вопрос о внесении и изменении решения Совета депутатов сельского поселения Совхоз имени Ленина номер 11-1 о бюджете сельского поселения Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, предлагаю вашему вниманию для рассмотрения проект решения Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области о внесении и изменении решения Совета депутатов сельского поселения Совхоз имени Ленина от 26 ноября 2019 года номер 11.1 в бюджете сельского поселения совхоза имени Ленина Ленинского муниципального района Московского области на 2020 год. Предлагаются отвердить основные характеристики бюджета сельского поселения. Объем доходов бюджета сельского поселения совхоза имени Ленина в сумме 135 млн 554,8 тысяч рублей. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетно-бюджетной системы 310 тысяч рублей. Объем расходов бюджета сельского поселения совхоза имени Ленина в сумме 63 млн 393,3 тысяч рублей. Профицит бюджета сельского поселения совхоза имени Ленина в сумме 72 млн 161,5 тысяч рублей. Внести соответствующие изменения в приложении к решению о бюджете номер 5, 6, 7 и 8. Меня все прошу подержать. Спасибо. Пожалуйста, Елена Викторовна, вам слово. Уважаемые депутаты, в настоящем проекте несложные изменения, они касаются двух разделов бюджетной классификации, они объективны, причем раздел социальная политика сокрестирует экономию денежных средств, поэтому заключение достаточно лаконичное. Бюджет у нас, проект представленный с профицитом, параметры бюджета подтверждены, контрольные счетные палаты, изменения в муниципальные программы также рекомендуется внести в установленные законом сроки. На ваше решение. Спасибо, коллеги. Вопросы. 29-го. Почему я буду голосовать против, я вам сейчас объясню. Только что Лариса Валентиновна сказала, что профицит бюджета 68 миллионов рублей, то есть деньги в бюджете есть. Что предлагается вот этим решением? Уменьшить на 200 тысяч рублей оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Уменьшить участникам Великой Отечественной войны и приравненным в дни категории граждан на 194 тысячи рублей выплаты социальной помощи. Уменьшить на 235 тысяч рублей социальную помощь работникам муниципальных учреждений. Сократить 160 тысяч рублей иные денежные выплаты в связи с памятными датами. Уменьшить инвалидам первой и второй группы по зрению на 45 тысяч рублей выплаты или вообще их прекратить. Не платить комиссионные расходы за установку счетчиков, которые были предусмотрены в бюджете сельского поселения. А также сократить расходы на 163 тысячи. Это компенсации расходов по оплате жилого помещения донорам, которые были предусмотрены в бюджете поселения. На общую сумму 1 миллион 167 тысяч рублей. То есть вот это как раз и является работой по уничтожению социальной помощи гражданам. Если слушать внимательно, что происходит, доходная часть не уменьшается, профицит 68 миллионов и собираетесь у так называемых, особенно в тяжелой ситуации категории граждан убрать 1 миллион 167 миллионов товарищей из Единой России, а также примкнувшие к ним. Я прошу не голосовать за это предложение и оставить бюджет в том виде и выплатить эти деньги участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и всем остальным, которые здесь поименованы. Спасибо большое. Женя Павел Николаевич, когда проводилась оценка после секвестирования данного вида расходов, были учителя те заявки, которые до конца финансового года поступят. То есть мы данные выплаты производим и все заявочки были учителяны. Эти деньги уже, которые не будут использованы, поэтому мы их секвестируем. Дело в том, что по каждому виду категорий, то есть, например, оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, то есть на сегодняшний день эти ассигнования были запланированы на год. Данные средства не используются. Просчитано, сколько будет таких людей до конца года. Вот эти деньги оставлены, остальное секвестируется. И так по всем категориям. Это точно так же. Я же сказала, по всем категориям, которые предоставлены в пояснительной записке. Елена Викторовна, у вас слово. Вопрос на понимание, Валентина. Я правильно понимаю, все категории, о которых сейчас Павел Николаевич проговорил, все, кто обращались за помощью, они все получат, а это просто лишние деньги, которые остались в бюджете и, соответственно, их надо секвестировать. Потому что мы даже совсем не можем проверить, каким образом осуществлялось планирование этих расходов, на основании чего. А почему? Почему не можем? Потому что не было обоснований. А это история с кредитуркой, с огромными долгами, с планированием качественным. Так как мы в планировании бюджета совхоза не участвовали, сейчас мы оценились, посмотрели и от главного распорядителя мы получили такую информацию. Нет, конечно. Ну понятно. Елена Викторовна, вы будете что-то включить? Да, я хотела. Депутаты, отвечая на поставленный вопрос, я тоже хотела бы добавить. Действительно, формирование бюджета на 2020 год осуществляла администрация сельского поселения совхоз имени Ленина. Вполне понятно, что она учитывала эту программу и раздел социальной политики в бюджете сельского поселения. Учитывала все категории, в том числе те перечисленные, по которым сегодня происходит секвестирование. Но норма одна и требование одно. Эти выплаты производятся на основе заявок этих категорий граждан. То есть это заявительный характер. Заявительный характер имеет процедуру, в какие сроки эти заявки гражданами должны быть заявлены в исполнительный орган власти. Вот на сегодняшний день и произведена оценка тех заявок, которые поступили, которые за годом могут быть реализованы. По срокам других заявок уже поступить не может. Это регламент, действующий на территории сельского поселения совхоз имени Ленина. Поэтому не снять экономию, не секвестировать ее, это значит исполнить бюджет с неисполненными обязательствами. А по факту они не объективно не исполнены. Просто вовремя не произведена вот эта операция секвестирования. Поэтому здесь никто не будет обделен. Никакой фразы о том, что кто-то запланированный уже в бюджете с фамилией, с заявкой пострадает, этого нет. А в продолжении вот реплики Ларисы Валентиновны, действительно, обоснования буквально расчетной суммы при проекте не существовало. Она была, ну такая вот, неопределена, ну, наверное, от достигнутого показателя предшествующего периода. Но без указания тех заявок, которые на следующий год планировались. Поэтому ни в коем случае не следует считать, что мера социальной поддержки в связи с секвестированием и экономией не будет оказана кому бы то ни было. Спасибо. Да, предлагаю принять решение внесения изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Совхоз имени Ленина за номером 11-1 о бюджете сельского поселения Совхоз имени Ленина, Ленинского муниципального района Московской области, на 2020 год. Прошу голосовать, кто за? Поехали. Против? Воздержались? Решение принято. Благодарю. Коллеги, вопросы? Я попытаюсь сейчас объяснить, что происходит. Мы только что рассматривали, когда по совхозу Ленина услышали, что оказывается заявлений нет. Так вот яркий пример. В октябре месяце Смирнова, проживающая в доме номер 7, квартира 17, являющаяся инвалидом, обратилась в территориальный отдел. Там есть у нас сидит человек такой, Балашова Наталья, с просьбой, как и в прошлом году, оказать ей материальную помощь из бюджета, раньше поселения, а теперь округа. Эта женщина получила отказ, потому что было сказано, что никакие заявления не принимаются, потому что нет денег. Поэтому тот вопрос, который мы рассматривали, нас ввели в заблуждение. Второе. В этом же документе, который мы сегодня приняли, 200 тысяч рублей, это выплаты ежемесячные по тысяче рублей всем работникам муниципальных учреждений. Это тоже мы сейчас отменили, хотя это вообще считается очень просто, количество людей, количество месяцев, поэтому те люди, которые сегодня рассказывали, что за два месяца не будет ни одного заявления, и поэтому эти деньги нужно секвестировать и отправить в профицит, они вводили нас в заблуждение. Здесь интересная вещь. Фракция предлагала увеличить расходы, на что было сказано, что денег в бюджете нет. Мы дальше будем рассматривать вопросы о том, что нужно дать большие, повышенные, оплачиваемые отпуска заместителям, на них деньги есть, увеличить расходы на содержание муниципальных служащих, на это деньги есть, делать какие-то проекты, которые будут никогда не реализованы, на это деньги есть, а вот на людей денег нет. Я прошу вас внимательно посмотреть, может быть отложить этот вопрос и принять все-таки предложение фракции КПРС. Спасибо. О чем предложение-то? Увеличить расходы на... Расчеты обоснования экономические есть? Экономических обоснований тут быть не может, тут есть другая история. Я говорю, как обычно, землю христианам, фабрики рабочим. Все. Слушайте, давайте так, примем решение всем ветеранам войны, а мы предлагали это неоднократно. Я не могу сказать, что это неоднократно, потому что на день популизис плавится. Продолжение следует... Что потеря, как? Альберт. Тут появилось все, что писало. Кроме, я прослечу со мной, так? Но по тем 요знее девкой христианам что если ты слышишь? , что помимо, мы рассладим. Продолжение следует...